добрый день дорогие друзья и сегодня я хочу прогуляться с вами по городу минску а свое путешествие если вы приехали в минск на экскурсию отдохнуть посмотреть всегда можно воспользоваться вот этим вот маршрутом экскурсионного автобуса и находится он на противоположной стороне от железнодорожного вокзала вот сейчас я немножечко пройдусь и покажу вам сам вид вокзала развернусь вот здесь вы когда выходите с центрального хода вокзала всегда с противоположной стороны вас будут встречать эти удивительно красивые дома со своей шикарной такой вот архитектурой вот эта большая такая привокзальная площадь здесь сосредоточено очень много магазинов разных хорошая транспортная развязка здесь можно добраться в любое место в городе и также здесь есть метро поэтому вот кто хочет проехаться по городу и видите эту всю красоту он воспользуется вот этим разным тут общественным транспортом кто хочет проехаться в минское метро спускайтесь вниз вот здесь прекрасные ходят электробусы вот сейчас вы видите на своем экране и на этом электробусе можно прямо доехать в сторону не миги где обычно любят у нас вот все и минчане гулять и те кто приезжает вот посмотреть он вас провезет по улицам и вы с удовольствием здесь прогуляетесь а кто-то захочет как и я сегодня просто пешую прогулку по улицам по проспекту независимости пройтись кто как тут все равно вы выйдете на очень красивые места такие вот куда бы вы не пошли поэтому сами вот для себя определите как вы хотите общественным транспортом воспользоваться или пешочком вот как сегодня пойду я потом впереди у вас электробусы они там подзаряжаются и после этого уже вот там вперед там где мы и выходили центральный выход или наоборот вход или выход железнодорожного вокзала вот там остановка также вот видите перед вами есть трамваи на трамвае номер один можно всегда вот с вокзала доехать до нашего очень известного комаровского рынка поэтому тоже кому будет интересно побывать на комаровке вот прям здесь можете садиться и проезжать номер один трамвай он довозит на площадь якоба колоса вы там выходите чуть-чуть там совсем пройти и вы на самой уже комаровке и рядом там тоже вот на площади куба колоса перейти подземный переход и есть универмаг сум большой универмаг тоже будет вам интересно там походить погулять а сейчас друзья мы с вами попали вот я отошла здесь совсем недалеко от железнодорожного вокзала расположена площадь независимости она очень большая красивая здесь вот есть такой фонтан очень много хороших скамеек поэтому в любую жаркую погоду или вы находились по городу устали и просто здесь хорошо очень иногда отдохнуть многие здесь не только отдыхает кто-то свидание друг с другом назначает потому что такое место хорошее и всегда приятно здесь встретиться кто-то просто гуляет кто-то недалеко здесь живет кто-то останавливается рядом гостиница минск здесь есть кто-то приходит вот красный фарный костел в общем каждый по своим вопросам просто погулять посмотреть по созерцать и посмотреть на вот эти вот такие интересные такие монолитные скажем здания белорусского университета также здесь находится дом правительства педагогический университет недалеко главпочтам и памятник ленину здесь есть поэтому вот кому что интересно здесь будет посмотреть такое вот советское наше прошлое и то что сохранилось такая вот архитектура интересная вот подход я привык ходите сюда приезжайте посмотрите погуляйте ну вот видите они такие очень здесь просторные здания большие вообще мне очень нравилось когда вот раньше такие площади были очень большие красивые здесь легко дышится и глаза очень приятно но все тут аккуратно конечно сделано козоны там подстричь на деревья красивые такие небольшие растут мне нравится а если вы спуститесь вниз здесь вот как раз есть спуск вниз и вы попадете в подземный такой город скажем торговый центр столицы он называется непосредственно вот здесь представлена уже такие белорусские магазины продуктовые кондитерские какие-то вещи можете приобрести там и хлопок и лен белорусский и как раз сейчас там в этом центре сосредоточена в основном вот это вот вся белорусская промышленность поэтому даже вам будет удобно в одном месте приобрести какие-то себе презента вот такой красивый костел здесь можете тоже восходить посмотреть будет вам интересно а я сейчас хочу вот чуть-чуть подойти поближе к памятнику и и знаете давненько я в ту сторону не ходила сейчас мы с вами прогуляемся и как обычно я люблю снять немножечко так вот цветы потому что это всегда украшает город невозможно пройти мимо этой красоты вы его чуть ближе вы теперь видите вот эти вот здания такого советского периода вот самое интересное что сейчас я буду пытаться вот памятник владимиру ильичу ленина и буду насколько возможно приблизит уже моя камера показать вам непосредственно вот эти вот грильев и там на вот снизу будут камера может чуть-чуть будет потрясаться но я постараюсь вам вот под снять чтобы вы видели что там изображено сам памятник 7 метров и был он вот сделан изначально из бронзы вообще когда памятник вот строили это был 1933 год и в июне вот сорок первого года этот памятник владимиру ильичу ленину был уничтожен но его восстановили в сорок пятом году вот по тем эскизом которые сохранились автор вот этого памятника скульптор 1944 году уже они вот приняли решение о том по вот этим сохранившимся эскизом чтобы его заново обратно вот отлить и это получилось и он был успешно опять вот по этим эскизом изготовлен отлит и поставлен абсолютно в то же место как и стоял раньше и вот такие вот видите как как сказать вам такие наверное сюжеты запечатлены вот на этом памятники то есть вот каждый период нашей вот определенной истории такой вот октябрьской революции потом там уже непосредственно вот наверное я так понимаю сельское хозяйство когда там восстанавливалась вот эта индустриализация вся была коллективизация вот я думаю так наглядно вам это все видно вот такой памятник он сохранился и даже очень интересно посмотреть вот эти вот такие исторические моменты вообще очень красиво сделано вот если бы я не смогла так приблизить камеру даже мне трудно потому что он очень высокий рассмотреть а вот за счет того что вот я ее так приближаю видеть очень хорошо это все видно женщина идет на уборку наверное полей где солома там кто-то траву косить ну вот это так это я уже просто размышляю то что возможно там автор задумывал вот такая вот площадь независимости поэтому добро пожаловать будет интересно заходите посмотреть а сейчас я спущусь вот подземный город торговый центр столица котором вам говорила немножко здесь похожу покажу как он выглядит тем кто не знает не видел немножечко так прогуляемся сам торговый центр имеет три уровня можно спускаться и по лестнице можно здесь очень интересный лифт такой открытый тоже проеду сегодня обычно на первом этаже там проходят концерты разные праздничные мероприятия какому-то определенной там дате бывает посвящен чем здесь мне нравится здесь очень просторно красиво хорошо и на первом этаже обычно там еще есть такие вот разные выставки бывает выставка картин мастера выставляют вышивку кто-то рисует кто-то там что-то вяжет поэтому обычно вот если придете в этот торговый центр столица по желанию конечно понятно спускайтесь на первый этаж и посмотрите какие есть талантливые люди я вот сейчас тут немножечко вам поснимали потом обязательно спущусь на первый этаж посмотрим что сегодня там представлено вот он так вот красиво я на самом верхнем уровне нахожусь на третьем там еще красивая стоит фортепиано белое такое вот электрическое можно играть и просто вот иногда я попадала видела иногда просто вот она сама по себе играла тоже очень так романтично красиво разная сувенирная продукция здесь много белорусской представлено вот здесь тоже есть магазины льна а также еще вам такую небольшую подсказку заметку сделаю это когда идти в сторону немиги там тоже торгового центра совсем недалеко у торгового центра немига есть такой специализированный магазин льна мне он очень нравится и я вот если туда ну иду в ту сторону обязательно стараюсь туда зайти и тоже там много чего покупала и вот периодически покупаю там очень большой всегда огромный выбор всего там такая коллекция у них очень хорошая продавцы и там такие всегда очень вежливы поэтому имейте ввиду вот если тоже хотите что-то такое приобрести качественное красивое вот заходите в эти магазины ну а вот сейчас я хочу проехаться вниз спуститься на первый этаж на вот этом в этом лифте будет красиво видно едет очень быстро вот только села и уже внизу и вот вижу там все-таки есть какая-то выставка картин сейчас я сильно не буду занимать ваше долго внимание немножечко так пройдусь посмотрю кто сегодня что там представляет какая экспозиция память называется рисунок карандашом это непосредственно вот хатынь нарисовали и все и Субтитры создавал DimaTorzok Думаю, что комментировать особо не нужно По рисункам и так понятно, что для нас, и для себя в первую очередь, и для нас посетитель Алена Николаевна Квитковская нарисовала Вот немножечко так приложу вам о ней почитать Вот такое у нее замечательное хобби Всегда, конечно, импонируют такие люди, что помимо основной где-то работы Люди занимаются еще вот такими видами искусства, как рисование А вот рядом другая выставка И здесь уже вышиты картины Всегда тоже очень так удивляюсь, насколько вот есть такое трудолюбие Помимо таланта художественного, еще вот эта усидчивость, усердие Чтобы вот так вот вышивать, такие красивые вещи Здорово! Дарит нам такую красоту Вот Александр Сергеевич Пушкин, как красиво Как красиво вышито, что никогда и не скажешь, просто как будто нарисовано Очень красиво смотрится, интересная картина И все вот это вышило Валентина Анатольевна Игнатенко Тоже немножечко вам сейчас приложу информацию Так что будете знать Гуляя здесь по торговому центру столицы Всегда можете спуститься вниз и посмотреть работы вот таких удивительно талантливых людей Вот фортепиано, что я вам говорила Здесь вот есть скамеечка Такое лучшее место для встречи, для фотографий Всегда удобно, если потерялись в центре Всегда встретиться на таких скамеечках Они здесь стоят по кругу А вот это здесь магазин брестских футбол Брестский магазин, в общем, скажем, тут продуктов И здесь, рядышком возле него, вот видите Такая уже стоит, ну по сюжету, можем сказать Фотография фонарщика знаменитого Который вот в Бресте на самом деле зажигает каждый вечер Керосиновые фонари настоящие Поэтому вот кто будет в Бресте Тоже очень интересная такая локация вечерняя Все знают, любят и туда приходят посмотреть Как это происходит все вживую Ну и вот магазин Брест Его здесь тоже продемонстрировал Кто-то вот просто уже отдыхает Кто-то кого-то ждет Кто-то вот катается на таком автомобиле Тем более место здесь позволяет это все сделать Вот такой хороший центр, приятный Звучит тут почти всегда красивая белорусская музыка Мне очень нравится она К сожалению, я ее вам продемонстрировать не могу Не пропустит меня Вот здесь Поэтому просто когда придете в центр Все это сами увидите, услышите и посмотрите Ну а я, друзья, двигаюсь дальше И сейчас мы с вами пойдем дальше по улице Уже ближе к вечеру, видите, потемнело И я иду в сторону Немиги Пока я буду проходить Я немножечко вам еще так покажу Вот красивые дома, которые сохранились Еще вот такого периода советского Очень красивая Вот электробус поехал Который мне всегда очень импонирует, нравится Ну и я сейчас просто вы под красивую музыку Посмотрите эти красивые здания Где-то буду переходить светофоры Буду немножечко так вот Вот сейчас стою на светофоре И с правой стороны от меня Такое вот красивое здание Цвет красивый, архитектура красивая И немножко так вот давайте вместе полюбуемся Иду в сторону Немиги Иду в сторону Немиги Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, я уже свернула Прошла проспект И сейчас я повернула И двигаюсь в сторону верхнего города Это очень красивое место И как правило Вот все лето там, начиная с весны Там проходит всегда очень много разных мероприятий Которые я вам тоже периодически показывала на моем канале И вот сейчас я пришла И вижу, что там тоже идет концерт Собралось очень много людей Тут всегда очень интересно Познавательно, скажу так, весело И очень хорошая всегда атмосфера Особенно вот вечером Так вообще очень романтично Людей очень-очень много Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok